Дорогие подписчики нашего канала, здравствуйте! С вами я Евгения Баглок и сегодня хочу поговорить с вами о такой нашумевшей теме, как тейпирование лица. Что такое тейпирование лица? Это безопасная неинвазивная методика, которая помогает откорректировать некоторые мимические дефекты на лице, также дает некий лифтинг эффект и помогает избавиться от отеков. Мы тейпированием лица пользуемся. У нас это как вспомогательный инструмент к нашим основным упражнениям. Также у нас есть практикум по тейпированию. Это два занятия по два часа в группе или два занятия по часу, если это индивидуально по скайпу или лично у нас в студии. На этом практикуме мы даем приемы тейпирования, которые помогают корректировать мимические дефекты, которые дают лифтинг эффект, также, которые помогают справиться от отечности. И еще дома вы выполняете домашние задания сами, то есть накладываете тейпы так, как мы вас учили, потом сбрасываете эти фото в закрытый чат с тренером, и тренер вам дает фидбэк каждому участнику по вашим домашним заданиям. Я считаю, что тейпирование это очень хороший вспомогательный способ омолодить свое лицо и подкорректировать некие недостатки. Сама им пользуюсь, и сегодня я хочу показать вам один прием, который вы тоже сможете использовать, попробовать дома, и потом написать мне в комментариях, какие у вас были ощущения и инсайты. Итак, я сейчас вам покажу, как накладывать тейп для того, чтобы расслабить круговую мышцу рта, а также разгладить вот такие вот мелкие полумесяцы от улыбки. Я уже вырезала тейп, вот таким вот образом вы должны вырезать такую вот как бы рогаточку. Я ее отклеиваю и накладываю сначала возле уголка рта, это будет якорь. Что такое якорь? Это место, куда, собственно, будет направлено натяжение, и его вы должны прижимать сильнее, а остальную длину тейпа вы разглаживаете очень легко. То есть вот эти вот усики вы должны наложить по бокам от губ. Вот таким вот образом я наложила тейп, вы должны сделать еще такую же рогатку с другой стороны. Вот эти вот усики не должны пересекаться друг с другом, то есть посерединке должно оставаться небольшое пространство. Я рекомендую носить тейп от 20 минут первый раз, потому что вы должны попробовать проверить реакцию вашей кожи. Во-первых, потому что аллергические реакции могут быть, и вам нужно подбирать разные бренды, которые подойдут именно для вас. Что важно в выборе тейпа? Важно, чтобы он был гипоаллергенный и хлопковый. А уже какой именно конкретно бренд, вы просто методом проб и ошибок определите. Как удалять тейп с лица? Вы не делаете это просто резко одним движением, потому что мы очень бережем нашу кожу. Вы придерживаете и начинаете аккуратно по чуть-чуть, по чуть-чуть отрывать. Вот таким вот образом отрываете и пальцами тут же наступаете на освободившуюся кожу. Ни в коем случае не тяните, очень-очень аккуратно, постепенно двигаясь. И вот так вот вы тейп очень легко удаляете. И так повторюсь, что носить тейп можно от 20 минут и до 8 часов. То есть постепенно в это время можете наращивать, отталкиваясь от реакции вашей кожи и от состояния вашего лица. Хочу сказать вам, что тейпирование действительно помогает, но только если использовать его правильно. Потому что просто так брать и заклеивать, допустим, все лицо, как угодно, еще и цветными тейпами. Это весело, но это не дает никакого на самом деле эффекта. Важно накладывать тейп именно на те зоны, с которыми вы хотите поработать. Важно понимать, где у тейпа якорь. Мы детально рассказываем об этом на занятиях и накладывать его правильно, без натяжения. Если вы хотите узнать больше нюансов, хотите изучить методики накладывания тейпов на разные зоны, от разных проблем, будем рады видеть вас на нашем практикуме по тейпированию лица. А я жду ваших отзывов про тейп, который вы наложили вокруг рта. Также буду благодарна вам за лайки, за то, что вы делитесь нашими видео со своими друзьями. И обязательно не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить важную новую информацию. До встречи!